Доброго времени суток! Мы продолжаем законы ограды. И как могло бы показаться, что эти законы касаются только ограды, допустим, балкона или ограды крыши. На самом деле, законы ограды, они раскрывают нам многие законы сегодняшнего дня. И буквально сейчас мы изучим две из таких аллахи, которые касаются создать себе оград. Первая аллаха. Тот человек, у которого есть машина, автомобиль, он должен быть очень внимательным, чтобы были его тормоза исправлены, чтобы были в порядке. И хорошие. Не просто в порядке, но чтобы были хорошие тормоза. И рулевое управление тоже должно быть в порядке. То есть, вот эти вот две вещи выделяются в аллахе сегодняшний, чтобы человек был внимательный с тормозами и с рулем. И человек должен очень строго исполнять законы водительские, то есть, законы вождения. И не передвигаться слишком быстро, слишком на больших скоростях, нарушая тем самым, конечно же, законы и подвергая опасности других людей. Потому что, если человек нарушает эти законы в перечисленных случаях, он подвергает не только себя, но и других опасностей. И если в случае, бывает такое, часто за границей особенно, я бываю за границей, тоже это вижу. В случае, если человек припарковался на бордюре, да, в положенном месте или в неположенном месте, и перекрыл тем самым движение для пешеходов, что заградил им движение. В этом случае, и они должны в этом случае обходить машину, спускаясь на дорогу, подвергаясь своей жизни, такой человек нарушает заповеди торы под названием «Не стоять на крови ближнего своего». Это первая у нас была Аллаха. Вторая Аллаха – человек, который пытается получить права. И при всем при этом, у него есть заболевание, которое не выявляется обычными проверками, какое-то скрытое заболевание, опасное. И есть у него лечащий врач, либо его знакомые, друзья, которые знают об этом заболевании. Такой человек должен обратиться, или врач, или знакомый обратиться в министерство, которое выдает права, министерство транспорта, или подобное, и не подобное. И засвидетельствовать, что такой-то человек, он болен такой-то болезнью, которая опасна в случае, если он будет водить машину. Это может привести либо, не дай бог, к катастрофе, либо, не дай бог, к авариям. И, как говорится, да, хотелось бы пожелать всем нам быть внимательными в жизни, на дороге. И пожелать всем хорошего дня и хорошего настроения.